Задач на текущий год в плане обновления и благоустройства города стоит немало. Слободской продолжит участие во всевозможных программах, как регионального, так и федерального уровней. Но первой из важных задач глава города назвала строительство детского сада Яслей на 110 мест. На сегодня наши проектные работы завершены, положительное заключение госэкспертизы получено. В настоящее время мы занимаемся разработкой, даже уточнением аукционной документации для направления в Центр по техническому сопровождению закупок. Если аукцион пройдет спокойно, без отмены, без жалоб, то в июне начать работы по строительству детского сада. Второе важное направление – реализация на территории нашего города федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Участки дорог, подлежащих ремонту, определены. Мы провели в зимний период всю работу по уточнению СМИ, по проверке их в госэкспертизе. И аукцион 2019 года на ремонт дорог должен состояться 8 апреля. Напомню, что в этом году мы с вами с учетом того голосования и общественных обсуждений, которые проведены, ремонтируем улицу Свердлова от улицы Красноармейской заканчиваем, улицу Преображенскую, улицу Гоголя от улицы Вятской до улицы Грина, улица Бабушкина, улицу Красноармейскую от Вятской до Заправки, улицу Маршала Конева от Грина до Железнодорожной, улицу Порта, улицу Кирова, улицу Мира, профсоюзную до переезда в деревню Щуково. Сумма средств – 92 миллиона 40 тысяч рублей. В мае-июне будет осуществлен выезд на объекты, отремонтированные в прошлом году, на предмет исполнения подрядчиками гарантийных обязательств, в случае, если будут замечания по состоянию дорожного полотна и тротуаров. И за счет бюджетных средств города и привлеченных два пешеходных перехода, у школы номер 5 и у детского сада «Золотой петушок», будут оборудованы в 2019 году. Продолжится работа по программе формирования комфортной городской среды. В планах отремонтировать 9 дворовых территорий, 3 участка тротуаров, входную группу на вечный огонь и начать благоустройство детского парка. На сегодня состоялись все аукционы, которые мы запланировали. Один аукцион признан несостоявшимся. Мы ушли на второй круг, но сразу без промедления отправили все документы в Цент сопровождения закупок. По детскому парку, с учетом проведенных аукционов уже по комфортной городской среде, на сегодня мы можем направить на благоустройство детского парка 6 миллионов и 773 тысячи рублей. Начинаем объявлять аукционы, но это опять же через Центр по техническому сопровождению закупок, на замену ограждения полностью в детском парке, на ремонт памятника Александру Сергеевичу Пушкину, на асфальтирование дорожек той площадки, ну танцплощадки мы ее так называем, значит, демонтаж и вывоз старых конструкций, планировка той местности. Дальше по итогам аукционов мы будем смотреть проведение этих аукционов обустройства спортивной площадки, обустройства детской площадки. Входная группа, как и было обещано, будет изготовлена Слободским машиностроительным заводом. Уже сейчас идет активный сбор средств на проекты программы поддержки местных инициатив 2019. Завершен сбор средств на проект по благоустройству сквера Чернобыльцам, а также на ремонт в Доме культуры имени Горького. Напомним, в случае удачного сбора средств на софинансирование проектов, в текущем году в Слободском будет реализовано 22 проекта ППМИ. Вообще от городских округов на ППМИ-219 поступило 68 заявок. 24 заявки было от нас, 22 победили. То есть из всех городов третья часть заявок реализуется в городе Слободском. Мы привлечем 19 млн 348 тысяч средств областного бюджета. В нынешнем году продолжит свою работу и федеральная программа переселения граждан. По ее условиям переселению подлежат жильцы домов, которые признаны аварийными до 1 января 2017 года. В нашем случае это 4 дома, это порядка 25 жилых помещений. Особенность программы в том, что в этом году, в этом периоде переселенцы могут выбрать другое муниципальное образование. А на сегодня три выбрали, другое муниципальное образование, два Киров и один переселенец в Слободской район, деревню Стулова. Если мы при проведении аукционов не получаем желаемое жилье в Кирове, то дальше мы будем объявлять аукцион уже на город Слободской. Вторично наш город участвует во всероссийском конкурсе малых городов с проектом Соборная площадь. Без подводных камней вновь не обходится. В начале марта пришло уведомление об изменении некоторых условий участия. В частности, заявка должна предоставляться только в электронном виде с ограниченным количеством символов. Ее опять пришлось переделывать. В ячейках ограниченное количество слов, поэтому нужно было пересмотреть всю заявку и найти самые важные, самые главные слова. Мы отправили в Минстрой Российской Федерации нашу заявку. Также заявка с проектом Соборная площадь на днях была рассмотрена на межведомственной комиссии при губернаторе области и отправлена региональным Минстроем в Минстрой Российской Федерации. Среди других направлений, которые находятся на особом контроле, новая система обращения с твердыми коммунальными отходами. Вопросов у граждан по-прежнему остается много. Напомним, что в Слободском создана специальная рабочая группа, призванная помочь найти на них ответы.